Тем временем наши легкоатлеты, отстраненные от международных соревнований еще перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, пытаются добиться права на выступление. Пусть даже в так называемом нейтральном статусе, не под флагом России. Тут выбор-то небольшой. Либо вот так вот сидеть, ничего не делать, либо завершать карьеру, либо вот пытаться пробиваться. На зло запретом Сергей Шубенков бьется за свою мечту. На чемпионате мира в 2015 Сергей завоевал золото. Верил, что впереди новые высоты. Вот обещание атлета самому себе в 2016 стать олимпийским чемпионом. Однако после Китая у Сергея не было ни одного старта за рубежом. Чтобы попасть на такие турниры, спортсмен и решил выступать под нейтральным флагом. Или, как говорят профессионалы, в нейтральном статусе. Заявление легкоатлета вызвало в интернете бурю критики. На форуме газеты «Спортэкспресс» его называют предателем. Хотя в мире спорта большинство поддерживают Сергея. Я гражданин России. Все знают, где я живу. Что я живу здесь, в России. Что я тренируюсь здесь, в России. Что тренер мой. Он тоже россиянин. Мы с ним вместе работаем уже 14-й год. Наши спортсмены никого не предают. Наши спортсмены не уезжают в другие страны, чтобы выступать на международных соревнованиях. Наши спортсмены остаются в нашей стране и будут защитять в любом случае нашу страну. Из-за обвинений в массовом употреблении допинга Российская Федерация Лёгкой Атлетики исключена из международной. Спортсмены не могут выступать за пределами страны с ноября 2015-го. Своё совершенствование можно осуществить только в участии и в соперничестве с сильными спортсменами других стран. Понимая их результаты и когда форма возрастает. Самым болезненным стал запрет на участие в Олимпиаде. Когда дисквалификацию снимут, никто не понимает. Эта изоляция бросает тень на всю лёгкую атлетику России. Любое участие наших спортсменов за рубежом – лучшее доказательство невиновности, считают эксперты. Мировое общество заставит задуматься, что мы чистые можем побеждать. Никаких здесь проблем и нареканий уже нет. Если это позволит нашим спортсменам принять участие во всех международных соревнованиях, мы будем только рады. Заявку на нейтральный статус подали четверо атлетов. Среди них – действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина. На днях она выиграла очередной турнир. Мария Кучина! Мир мирового сезона! Она прыгает выше всех в мире, но не может противостоять своим соперникам очно. Только сама Мария знает, насколько это тяжело – тренироваться и понимать. Мировые первенства не для тебя. Каждый, кто занимается спортом, даже для себя знает, что цель – это главное. Она буквально окрыляет. Например, я сейчас готовлюсь к марафону в Казани. Для профессионалов чемпионат Европы, мира – это задача минимум. Если ее нет, то руки опускаются, а занятия теряют смысл. Решение примет руководство Международной Федерации Легкой Атлетики. Как объясняют специалисты, пока речь идет только об участии наших спортсменов в однодневных соревнованиях, турнирах Гран-при. Это коммерческие состязания, где атлеты всегда выступали сами за себя. Спортсмен никогда не выступал под флагом своей страны. То есть на коммерческих соревнованиях никогда не звучал гимн, никогда не поднимался флаг. Но при этом все прекрасно знают, представителем какой страны является тот или иной спортсмен. Все знали, за кого выступают и спортсмены, участвующие под олимпийским флагом. В 1980-м игры в Москве бойкотировали США и их союзники. Однако некоторые спортсмены из этих стран сами приехали и выступили под нейтральным флагом. Среди них был и теперь уже гражданин России, главный тренер нашей сборной подзюдо Эдсо Гамбо. Тогда в Москве он завоевал золото. Я считал, что главное для меня – осуществить свою мечту. А для Итальянской Федерации в то время во главе угла была политика. Но, по моему мнению, политика должна быть далека от спорта. И для меня было совершенно неважно, есть ли там какой-то конкретный флаг или нет. Международная Федерация Легкой Атлетики на Олимпиаде в Рио разрешила выступить только одной нашей спортсменке – Дарьи Клишиной. Она живет и тренируется в США. На сайте Федерации указано, что Дарья – независимый нейтральный атлет. Однако и на Олимпиаде, и на других соревнованиях напротив фамилии Дарьи Клишиной – российский флаг. Тимур Сиразиев, Екатерина Белова, Виктор Аверин, Андрей Леонов, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok